Люди, которые любят свою малую родину и посвящают ей всю жизнь. В преддверии празднования Дня города состоялся торжественный вечер, который так и назывался – «С любовью к городу». На мероприятии чествовали почетных граждан, лауреатов знаков общественное признание и за заслуги перед городом. Мы понимаем, что те люди, которые отдали свою жизнь, а большинство из них большую часть жизни отдали городу, и они наш город любят, и мы убеждены, что таких людей надо поддерживать и показывать то, что они сделали, как это они делали. И поэтому всю эту любовь к городу мы должны передавать и младшему нашему поколению, молодежи. В этом году звания почетных гражданин города Иваново удостоены сразу двое. Ими стали генеральный директор компании «Консультант» Александр Иванников и первый в регионе почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Константин Пирогов. Таким образом, на сегодняшний день в Иванове 50 почетных граждан. Быть так же, развивать свою команду, продолжать участвовать в развитии культуры, в развитии нашего города, в области. Ну и теперь уже дальше, чем наш город. Я работаю в Нижнем Новгороде, теперь в Крыму, Севастополе. У нас там хорошая команда уже создалась за два месяца. У нас там тоже большие планы. По всем этим направлениям деятельности. Гранты главы города в разных номинациях получили три ТОСа. ТОС «Юношеский» стал лучшим среди тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни. Каждый вечер в их дворе при хорошей погоде собирается около 50 человек. Карусели, качели, машинки – настоящий рай для малышей. А сейчас вот мы выиграли вот эти 300 тысяч, за счет которых мы поставим тренажеры для взрослых детей, баскетбольную площадку, спортивную площадку, волейбольную и также два теннисных стола. И у нас будут и взрослые дети, и маленькие дети. Знак «Общественное признание» в номинации «Патриот земли Ивановской» в этом году получил Михаил Фролов, командир отряда мобильного назначения регионального УМВД. А человеком легенды стал Александр Жуковский, неизменный руководитель хоровой капеллы «Мальчиков». Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.